Всем привет! Сегодня у нас снова распаковка. Но сегодня у нас распаковка от Parustex. Это тоже Ивановский трикотаж, но модельки немного другие. В принципе, ассортимент там немного другой. Есть и похожий с Васильком, но есть и совершенно иные модели. Очень, кстати, удобный сайт. Там можно сразу прочитать все и о компании самой, и об оплате, и о доставке. В общем, все интересующие Вас вопросы Вы можете там на сайте найти. И еще такой большой плюс, но я считаю, что большой плюс. Если Вы заказываете товар свыше 5 тысяч, на сумму свыше 5 тысяч, то Вы имеете право заказать товар по оптовым ценам. Вообще приятно. Вы можете скооперироваться там с кем-то из родственников, из друзей, соседей. Один заказ на двоих сделали, выше 5 тысяч. Если у Вас сумма получается, то Вам делают перерасчет на оптовые цены. Приятно же? Конечно. Я сама первый раз заказывала в этой компании. Поэтому тоже вместе с Вами сейчас буду все пробовать. И Вам, естественно, и показывать, и рассказывать. Так, начинаем? Начинаем. Кстати, единственный минус, что точно так же, как и в любимом Васильке, собирают товар долго. Поэтому тут придется ждать. Но не думайте, что он потерялся. Потому что многие, как вот с Василька мне писали, что потерялся, оплатила, потерялся. Девчонки, не потерялся. Просто, видимо, работы очень много. И поэтому долго собирают. А так, в принципе, интернет-магазин довольно-таки серьезный. И ничего никуда не теряется. Кстати, они же еще есть и на Валбирс. Вы можете и там заказывать. Так, девчата. Ну что? Вспоминаю, что я заказывала. Так. Брюки мужские. Размер 50. Состав 100% хлопок. Вот такие брюки. Ну, это домашний трикотаж. Камуфляжный. Я в такой расцветке заказывала для Вити футболку. По-моему, это было еще летом. И вот здесь, в пару стекс, я увидела такие трикотажные брючки домашние. Решила их тоже заказать. Для дома, как мне кажется, очень комфортно и удобно в таких ходить. Особенно вот, как у нас. Мы живем за городом. Кто еще не знает. Вот такие трикотажные брючки. Ну, размер, я думаю, размер в размер идет. Вот 50-й заявлен. 50-й, скорее всего. На 50-й, скорее всего, и будет хорошо. Кстати, я думала, по низу брюками, а по низу резиночкой идет. Ну, кто если не любит резинки вот эти вот, их можно легко убрать. А так, в принципе, пошито все аккуратненько. Все обработано оверлаком. Карманы хорошие, глубокие я уже проверила. Где они? Потеряла я их. Вот они. Кстати, мне надо на себя их померить. Мне почему-то все мужские брюки прям отлично сидят. Посадка у них прям хорошая, высокая. Так. И они не узкие. Вот что мне нравится. Сама вот штанина, сама вот гачина, она довольно-таки свободная. Так, убираем. Так, леггинсы, леггинсы. Это... А, подождите, это что, какой размер? Так, состав 40... Ой, 92 хлопок и 8 лайкра. Размер 164-44-96. 44-й, что ли? Нет, 48-й, наверное. Наверное, 48-й. Так. Да, это 48-й я заказала леггинсы себе. Синий. Темно-синего цвета. Но что-то они на 48-й, мне кажется, маленькие. Нет, это она все-таки, наверное, для Насти 44-й заказывала. Потому что уж совсем маленькие. Точно не 48-й они. Так, страна России. Тоже здесь все под оверлок. Так, будем надеяться, что вам видно. Вот такие массипусечки. Конечно, куда они мне? Прямо как детские совсем. Нет, маленькие. Это для дочи. Ткань как вискоза. Очень мягкая такая, к телу очень приятная и комфортная. Ну, конечно, вот... По низу ноги посмотрите, какая маленькая гачина. Конечно, это вот на 44-й. Это дочи я заказывала, значит. Так, убираю. Для дочи мерить их не придется. Это мужские бриджи размер 50-й. Какая приятная расцветка на темно-синем фоне. Сейчас я вам покажу, что я сама себе показываю, рассказываю. Смотрите. На темно-синем фоне вот такой вот рисунок. Какой-то вот... Какие-то надписи тут различные. Но расцветка очень приятная, правда же? Вот на камеру я смотрю, что передается расцветка прямо один в один. Вот такая она и есть. Веселенькая. На резинке. Опять же, вот все шовчики вам показывают. Все отлично обработано оверлаком. И глубокие, хорошие карманы. Прямо глубокие. Я думаю, что они будут чуть ниже колена. И здесь они просто прямые. Без манжетов, без резинок, слава богу, без всяких. Просто прямые. Что-то красивое. 54-й. Себе любимый. Халатик. Так, халатик, халатик. Какая красивая расцветочка. Очень даже... Ой, какой славненький, посмотрите. Хорошо же мне, правда? Очень даже хорошо. Какой нежно-розовый цвет на сером. Халатик на замке. Глубокие, такие хорошие. Прям карманы. Чуть они до самых локтей руки зашли туда. А посмотрите, как кармашки сделаны. Видите? Не знаю, будет вам видно или нет, но карманы с кроеми очень интересно. Сейчас попробую вот так показать вам. Красиво. Может быть, когда я его надену, но мне будет более заметно вот это вот. Как будто здесь какая-то кокетка, и вот это место, вот это вот место присборено. И такой же низ. Видите, как? Вот так вот. Книзу как будто чуть-чуть заужено. Самому-самому низу. В общем, интересная модель. Все, короче, будем мерить. Футболка женская дача. Размер 50. Так, ну это значит маме моей. Размер 50, это значит для мамы я что-то заказывала. Футболка. Так, ну я вижу, что здесь не только футболка, здесь, скорее всего, костин. Ой, смотрите, как упаковано. Футболочка отдельно, а брючки еще в одном пакете. Давайте смотреть, какой приятный нежный цвет. Пакеты пока на пол кидаю, потом буду убирать. Хорошенькая какая кофточка. Прям очень хорошенькая. Не кофточка, а футболочка. Посмотрите. Тоже такой нежный, приятный цвет. Ну, домашний костюм. Цветы прорезиненные. Не покрашены. Здесь тоже прорезиненные цветочки. Кармашек есть. И впереди две кнопочки. Но они обманки. Они не расстегиваются, эти кнопки. Мне кажется, маме будет хорошо. Футболочка. Прямо такая яркая. И трикотажные бриджи. Но бриджи очень тонкие. Очень тоненькие. Знаете, как вискоза ткань. Что у нас тут пишут? Так, пару стексов. Вот. Ну-ка. Да. 92 вискоза и 8 лайкра. Очень приятная. На лето будет прям комфортно очень в таких брючках. И они брюками. Ну, вернее, это бриджи. То имею в виду, что без манжета, без резинки. Вот прямая просто гачина. Мне кажется, маме будет удобно. Не жарко будет в них. Они прям тоненькие-тоненькие. А к телу какие приятные. Прям очень приятные. Комфортные такие. Так, это что-то прям блестящее. А-а-а! Это у меня сестра заказывала. Точно. 48 размер. 74% хлопок, 18% полиэстера, 8% лайкра. Это костюм под названием Степ. Сейчас, девочки. Самой даже интересно посмотреть на этот костюм. Это сестра просила заказать. Так, смотрим. Вот такие брюки. Темно-серого цвета. Очень люблю, когда вот так на попе кокетка. Видите, кокетка? Тогда посадка прямо идеальная. Очень хорошо садятся. Карманы отделаны вот такими серенькими. Серым трикотажным кантиком. Такой врубчик двойной. Как резиночка такая. Ну-ка. Хорошие глубокие карманы. Прям очень хорошие. Такая плотная, хорошая резинка. Широкая. Видите, какая? И манжет внизу тоже серый. Так, ну, по размеру я думаю, что сестре будут брюки отлично. Леночек, размерчик прямо идеально будет тебе. Ну, брюк. Сейчас посмотрим вверх. Брюки точно тебе будут хорошо. Так. И кофточка тебе тоже будет хорошо. Вот такая вот кофта. Вот такая вот красивая. С таким красивым принтом в пайетках. Это пайетки. Это не блестки, не камни. Это пайетки. Видно, да? Нашивка такая. На сеточке пайетки нашиты. Все. Круглый ворот тоже отделан такой же вот трикотажной, типа резиночки вязаной. И на рукаве такой же вот манжет серенький. Тоже все оверлаком обработано. Отличная моделька. Мне кажется, она даже вот свободная такая будет. 48-й. Но я попробую ее на себя надеть. Попробую. Ну, думаю, что, конечно, мне будет очень она маловато. Но попробую. А вдруг? Так, это сестренки. Халатик. Халатик 54-й. Это мне махровый халатик. 80 хлопок и 20 полиэстер. Так. Что там? А, это ниточки. Угу. Это перед тем, как шить халатик, шили что-то бордового цвета. И, видимо, на машинке, на швейной остались нитки. Этот халатик, он на себя эти ниточки все зацепил. Ну, ладно. Это мы потом уберем эти ниточки все. А то смотрится, как в крапинку. Вот такой халатик. Цвет очень нежный. На замке. Ух ты! Смотрите, как придумали. Здорово. Смотрите. Планка идет, а под планкой замок. Надо же. Хорошо, так отлично застегивается, расстегивается. И все это планочкой, хоп, как будто на одной пуговке. Здорово придумали. И карманы. Вот такие вот кармашки. Здесь такие небольшие вот кружавчики пришиты. Ну, я думаю, при желании можно убрать, можно оставить. Они такие, такую прямо нежность придают халатику. И три четверти рукав. И тоже на рукаве такие кружавчики. 54 размер. Ну, что-то, мне кажется, он прямо большой. Ну, ладно, примерю, посмотрим. Может быть, только кажется таким. Так. Еще 54 размер. Свитшот. А, это костюм. Давайте открывать. И потом состав я вам прочитаю. Это я себе. Ой, какие брюки веселые. Смотрите. Прям веселые и развеселые. Яркие такие. Так, что состав у нас? Так, состав брюк хлопок 100%. Ну, знаете, такое впечатление, что он не стопроцентный хлопок. Что здесь что-то добавлено. Какая-то ниточка. Как вискозная ниточка. Потому что хлопок, он более такой плотный и, ну, как на крахмалиной. А вот здесь на ощупь, как вискоза. Такая мягкая-мягкая, комфортная, уютная, шелковистая. Вот, показываю вам чуть ближе. Тоже широкая резинка. Вот, смотрим, да. Карманы. Нормальные по глубине. И давайте гачу посмотрим. Гача у нас вот такая. То есть, ни на резинке, ни на манжете. А просто прямая. Вот такие брючки. Ну, хорошенькие. Что я могу сказать? Прямо очень даже хорошенькие. Сейчас будем примерять. И верх свитшот. 60% хлопок и 40% полиэстер. Ой, мне нравится вот такой вырез. Я уже давно себе не видела таких на себя вещей, чтобы вырез был V-образным. Везде круглые сейчас горловины. Но вот здесь V-образный вырез. Вот это мне вообще нравится. Серый такой трикотаж. Однотонный. И вот на нем рисунок вот такой. Надеюсь, вам видно. Что-то тут написано. А, good morning написано. Доброе утро. Это что, пижама, что ли? Нет, написано костюм. Костюм Лилии Анна. Ну, можно, видимо, как пижаму использовать, но можно и как домашний костюм. Но я в пижамах не сплю, поэтому буду дома ходить. Просто как костюмчик использовать. Так, рукавчик здесь. Сейчас покажу, как сделан. Вот такой рукавчик. Вот так. И тоже все обработано под оверлок. Приятное. Так, а кофточка у нас что? А, я сказала, да? Хлопок и полиэстер. Ну, хорошо. Когда в ткань добавлена еще какая-то ниточка, кроме хлопка, полиэстер или вискоза, то, конечно, она... То вещь будет носиться гораздо дольше. Ничего с ней не случится. Не сядет, не вытянется. Ни швы никуда в бок не уйдут после стирки. Я думаю, что качество очень должно быть хорошее. Будем пробовать. Так, что-то еще. Так, давайте вот это что? Две одинаковых футболки мужских. Да, одна для Вити, другая для брата. Одинаковый цвет вот такой. Вишневый меланж. Ой, что здесь? Что-то какая-то эмблемка тут еще есть. Не поняла, что? Ну, сейчас покажу вам. Так, состав. Так, состав хлопок и лайкра. 30 лайкра и 70 хлопок. Вот тоже по качеству будет идеальнейшая. Ничего не случится. Не сядет, не растянется. Потому что хлопок с лайкрой. Вот такой вот рукав. Опять же, V-образная горловинка. Ну, вот что-то вот такая вот надпись. Смотрите. Ну, спинка просто обычная. Цвет приятный. Очень приятный. Вишневый, такой меланжевый. Слегка серой ниточкой. Ну, вторую открывать не буду. Это для брата. Для моего Артема. Для моего родного брата Артема. Подчеркиваю, для моего родного брата Артема. Потому что у меня братьев двоюродных. Очень много. Но есть один родной. Поэтому это ему. Так. И еще костюмчик. Для себя, любименькой. Такой ярканький. Так, опять дурь на меня напала. Так. Смотрите, на молнии полностью. Стойка, воротник. Сразу показываю. Вот такой воротничок. Стойка. Хлопок. Приятная ткань. Девочки, как не расцветка. Посмотрите. Хорошо? Спасибо. Я знаю, что хорошо. Полностью расстегивается. Кстати, хорошо. Молния пришита аккуратно. Туда-сюда бегунок входит прямо идеально. Так. Давайте. Встаю. Показываю. Карманы. Или нет? Нет, есть. Ой, как удобно размещены вот здесь карманы. Посмотрите. Правильное размещение карманов. Не где-то вот там вот, что надо их искать, как в прошлый раз. Да, я мерила костюм. А здесь вот все правильно. Вот кармашки. Карманы глубокие, кстати. Прямо очень даже хороший карман. По низу, смотрите, идет, ну, как, как это сказать, на ножки, да, скажем так. На таком манжетике. Вот манжетик такой вот идет. Широкий. Так, шовчики, смотрите, сразу все показываю вам. Все аккуратно пошито. И на рукаве тоже манжет. А, на рукаве трикотажный манжет. Синего цвета трикотажный манжет. Слушайте, как мне нравится. И капюшоны. Сейчас же все практически идут вещи с капюшонами. И у меня практически все вот спортивки, все с капюшонами. А это без капюшона. Под курточку просто, под ветровку удобно одевать. Так. На ветреную погоду с капюшоном, а на теплую без капюшона. Хлопок 74%. Болиэстер 18% и 8% лайкры. Сима поиграться. Сима решила поиграться опять-таки вовремя. Как всегда. Но мне нравится. Я думаю, что она мне должна подойти по размеру. Все буду примерять. Давайте брючки. Ой, брючки темно-синие. На широкой резинке. Вот на такой. Сразу показываю, как швы обработаны. Такой плотненький трикотаж. Ну, как сказать плотненький. Средней плотности. Не слишком плотный, но и не совсем тонюсенький. Нормальный такой. Знаете, на лето, на весну, само то, на раннюю осень. Вот карманов нет. Ну, потому что в кофте есть карманы. Здесь карманчиков нет никаких. Ну, и хорошо, хоть они вот здесь не будут отпечатываться. Все. Вот такие брюки. Посадка, девочки, высокая. Так. Здесь гачина чуть-чуть книзу зауженная и без манжетов. Прямая. Ну, вот и все. А теперь примерки. А теперь примерки. Так, ну что, смотрим первую вещь. Вот такой халатик. Мне очень нравится расцветочка у этого халатика. Подойду поближе. Очень приятная такая, да? Серая с розовым. Очень приятная. Кармашки есть у халата. Я единственная, не попарилась сегодня вещи. Тороплюсь быстро записать видео. Но ничего страшного, правда же? И так вы поймете, что к чему. Вот такой халатик. Мне очень даже нравится. Конечно же, хлопок во время носки еще немножко подраздастся и будет посвободнее. Однозначно будет свободнее. Прямо вот. Такой вот нежный халатик. Очень нежный. Свободный. Прямо свободненький-присвободненький. Кстати, очень приятная махра. Очень приятная, комфортная, мягкая. Я думаю, что когда ее постираешь, она будет еще мягче. Костюмчик. Не знаю, пижама или домашний. Ну, в общем, вот, смотрите. Тоже 54 размер, достаточно свободная. Ничего нигде не обтягивает. Длина рукава мне нравится, что не короткая. Прямо вот по длине идеально подходит на мой рост. Кстати, у меня рост 164. И вот такая спинка. По спинке вот так. Ну и брюки, смотрите. Вот такие брючки. Мне, знаете, только что в брючках не очень нравится. Это посадка. Посадка у них, вот она, невысокая. Такая, средняя. У кого нет животика, тем, наверное, будет комфортно. Вот мне, как бы, хочется немножко повыше. Для моей талии надо немножечко повыше. Прям чуть-чуть совсем. А так, в принципе, ткань очень комфортная, очень приятная. Здесь, по-моему, карманы. Да, карманы есть. И кармашки такие прямо тоже комфортные, хорошие. Это вот хулиганка мне мешает, мешает. Прямо мешает, мешает. Скажи людям спасибо. Скажи, скажи, скажи нашим зрителям привет. Скажи, привет, люди, привет. Всем привет, привет, привет. Вот такая хулиганка у меня. Вот хулиганистая девчонка. Иди. Переодеваюсь. Девочки, я просто влюблена в этот костюм. Вот просто влюблена. Обалденный. Прям очень мне нравится. Мне ворот нравится. Вася, напугал. Вот вы представляете? Одна здесь хулиганит, второй там... Бух. Смотрите, воротничок можно вот так сделать. Тоже хорошо будет смотреться. Ну, можно, конечно, и вот так сделать воротничок. Так, жених прилип. Можно и вот так сделать воротничок. Тоже хорошо. Можно и вот так. Тоже так ничего, да? Нормальненько. Цвет мне нравится синий с розовым. Прям вообще классный такой. Красивый, нежный, яркий. В то же время, да? Прям очень мне нравится. Так, смотрим полную длину. Вот такая длина. Удобные карманы. Не надо их вот там искать. Вот. Все как надо. Кстати, удобная посадка у брюк. Вот высокая, как я люблю. Прям идеальнейшая посадка. Все по спинке сидит красиво, аккуратно. Можно чуть повыше приподнять, чуть пониже. Вы знаете, кофточка прям свободная. Вот очень даже свободная. Спокойная. На любую футболочку, маечку можно надеть. То есть она вот не сковывает движение. Все свободно. И что еще хочу сказать. У кого рост выше, чем 164, посмотрите, какая длина. Какие рукава длинные. Посмотрите, какая длина. Вот. Видите, да? То есть на высокий рост рукава будут тоже хорошо. Ну, мне нравится. Прямо очень нравится. Можно покороче сделать вот таким вот образом. Вот так тоже классно смотрится, да? Тоже здорово. Даже, мне кажется, и лучше, чем полностью я выпускала. Вообще классная модель. И еще мне нравится, что брюки здесь свободного кроя. Сейчас практически во всех костюмах почему-то стали делать узкие, совсем узкие гачины. Вот здесь прямо как я люблю гачи. Прямо отлично. В общем, вот такая хорошенькая. Прям я костюмом довольная-предовольная. Прям вообще придовольная. Я бы еще такой себе заказала другого цвета. Прям к душе. Вот правда. Даже снимать не хочу. Так, что осталось? Остался костюм сестры померить. Померю. Хоть он и 48-й, но я его сейчас примерю. Так, девочки, костюм, который для сестры. Вот такой вот костюмчик. Ну, конечно, мне он немножко маловат. И брюки узкие. Но сестра у меня худенькая. Сестра носит 46-й. Ну, где-то даже 44-46, скажем так. Я думаю, что для нее будет само то. Ей будет отлично. На мне, конечно, он немножечко маленький. Ну, не немножечко, а множечко маленький. На сестре будет хорошо. Ну, а в целом, в принципе, костюмчик неплохой. Прямо очень даже славный, к телу приятный. Так что, Ленуська, костюмчик будет тебе идеально. Я прямо даже очень рада. С кроссовочками будешь носить. Так, ну и карманы. Тоже присутствуют. Ну, все я примерила. Еще вот мамин костюм, ну, он тоже будет немаловат. Я даже его примерять не буду. Он как раз для мамы будет. Для мамы будет хорошо. На 48-й. Мне, конечно, будет немаловат. Ну, что ж, на этой ноте хочу закончить. Спасибо всем моим зрителям, кто досмотрел это видео до конца. Конечно же, в описании под видео я оставлю ссылку на интернет-магазин Парустекс. Еще раз хочу сказать, что они есть и на Валберес. Вы и там можете делать заказы. В свою очередь, Парустекс я хочу сказать огромное тоже спасибо. Работайте и дальше в том же духе процветания вам. Разрабатывайте новые модели. А мы будем активно пользоваться вашим магазином, вашим интернет-магазином. Сейчас это, кстати, очень актуально. Сидя дома, не выходя из дома, сделать заказ и быть красивой. Спасибо всем. До новых встреч и до нового видео. Всем добра и крепкого здоровья. Пока-пока. Девчонки, я тут, знаете, что подумала. Я сегодня с вами не распрощаюсь. Я тут стала примерять Витиной бриджи и решила, а это, зачем Вите такие брюки? Зачем Вите такие капли, когда их может носить Лариса? Посмотрите. Посмотрите, какая красота. Та-та-там. 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 Та-та-там-там. Правда же классные? Я себе такие хочу, девчонки. Говорю же, мужские вещи классно вообще на мне сидят. Мне очень нравится. Прямо очень нравится. И кармашки у них такие классные. Прямо вот тут впереди расположены. Не в боках, не с боков, а вот здесь вот. Вот они. Мне вообще нравятся, девчонки. Правда же? Синюю футболочку себе закажу. Это я Витину надела. Синюю футболку закажу себе и все. Красота. Прямо вообще. Я очень себе нравлюсь в этих брючках. Прямо очень. Можно и длинную, но можно и коротенькую футболочку. В этой футболке, мне кажется, тоже неплохо. Конечно, паховая зона открыта. Да, конечно, девочки, открыта. Но ведь неплохо же. Неплохо. Меня вообще не смущает, что она открыта. Мне даже нравится. Так что вот. Ну все. Теперь точно пока. Девочки. Ну и брючки заодно решила показать. Так. Сейчас пониже. Ну и как вам брючки? Пожалуйста. Пожалуйста. Брючки свободные. Прямо вообще комфортные. Пожалуйста. Тоже можно дома. Для дома заказывать. Для себя. Для любимых. Мужские брюки. Почему бы нет? Сидят хорошо. Посадка высокая. Комфортная. Удобная. Прямо вообще здорово. Мне очень нравится. Тоненькая-тоненькая ткань. Комфортная. На лето прям вообще красота, девчонки. Правда. Все, девочки. Теперь точно пока-пока. Тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-тоненькая-т